Уже с утра очень активно в Пахеталлине началась массовая вакцинация. И мы горды тем, что вот по всей Эстонии сегодня началась массовая вакцинация, но, можно сказать, почти самая активная это Таллинн. И то, что в Пахеталлине один из центров массовой вакцинации, это нам очень приятно, потому что нашим людям очень близко прийти к этим центрам. И три дня здесь будет вместо спорта будет здесь медицинский центр. И, как вы видите, люди... Здесь очень хорошо работа организована. Примерно по 1300 человек могут получить вакцины за один день. Три дня – это почти 4000 человек. И персонал очень хорошо обучен. И вот одна медсестра может примерно 15 вакцин дать. Так что... И вообще у нас здесь и добровольцы, и вся работа организована так, что очень удобно для человека. Он приходит, у него берут информацию, которая нужна, это быстро заполняется. Потом он получает квитинг, который он идет на вакцинацию. И потом 15 минут нужно посидеть, потому что здесь медперсонал смотрит, чтобы никаких проблем у человека не было. И поэтому уже спокойно человек идет домой. Это все прекрасно, что творится сейчас в спорте. И в спорте, и в спорте, и все раз. Потому что люди очень, скажем так, что душевно, позитивные. И придут на вакцинацию, и все время плотно. Так что очень-очень дырак-то нет. Я пришел 10 минут раньше, и меня приняли, и хоп, и попал на вакцинацию сразу. И совершенно интересный вариант, я попал к своему бывшему уютену КУ. Так что... О! Нормально. Но когда ты говоришь с бывшим канвулистом, который знает уровень боли, это значит так, что я даже не чувствовал, когда у меня кололи. Спасибо за этому врачу, этому медсестрюку, который укол делает. Я совсем не чувствовал его. Такая вакцинация в апреле сейчас единственная, потому что все зависит от того, насколько много вакцины будет завезено в Эстонию. Но уже сегодня, или вот в этот час можно сказать, что это одно решение. Потому что Эстония все-таки уровень заражения очень высокий. И уже есть данные, что нам будут выделены какие-то дополнительные вакцины. И это значит, вот если будет завезено побольше вакцины, это нужно сделать массовое. И вот это сегодня мы как бы проходим эту школу. И это все показывает, что у нас очень хорошее сотрудничество между государством, между местным самоуправлением и медицинскими фирмами, которые вот проводят эту вакцину. Я жду уже второго укола. Но я у семейного врача был вызван, и поэтому получил вакцину. У меня все, первая вакцина очень хорошо прошла, у меня никаких побочных проблем не было. Надеюсь, что у всех людей, вот до сих пор, я спросил сейчас у медиков, ни у одного человека вот здесь не появилось каких-то побочных реакций. Так что надеемся на самое хорошее. И можно призвать всех, вот когда такая акция, пожалуйста, участвуйте, потому что наука или сегодняшняя медицина ничего лучшего, к сожалению, сегодня не знает.